Девушки отдыхают Наоборот И сразу же становится понятно, что впереди сюжеты о детских новостях нашей республики Подготовленные целой командой юных журналистов И новостей у нас накопилось много Итак, сегодня в выпуске Стоит или нет дружить с соседом по парте О чем шутят школьники Определены финалисты школьной лиги КВН Чувашии Сколько весят рыцарские доспехи Журналисты, они повсюду Есть и в поселке Сосновка Что всю неделю обсуждали чебоксанцы Гостей нашего города Съемочную группу в программе Поедем, поедим В главе с предыдущим кулинаром Джоном Уорреном Несмотря на то, что Джон англичанин Он просто отлично говорит по-русски Филолог по образованию Вот И если иностранцы смотрят Нет ни одного, который лучше мне говорит А если ты думаешь, что ты лучше мне говорит Давай, мы встретимся, я тебе покажу За 4 дня Джон познакомился с обычаями нашего народа Научился готовить чувашки и блюда Побывал в музеях города Специально для съемок в Чебоксарах Даже сделали карусели изо льда И организовали гонки на тракторах Ох, не зря проект поедем-поедим Лучшая программа о путешествиях Ну вот, мы почти пережили самую страшную третью четверть Осталось всего лишь пару контрольных написать Ребята, постарайтесь А то, знаете, разное бывает Вот, например, родители Вани За хорошую учебу Обещали подарить ему собаку Но по итогам третьей четверти Решили купить осла и барана Жестокая шутка Хорошая шутка Ее даже члены жюри КВН отметили О чем еще шутят школьники Узнаем прямо сейчас Эту мелодию знают и взрослые, и дети Ведь играть в КВН сейчас начинают чуть ли не с пяти лет В Чуваши уже давно работает школьная лига КВН В этом учебном году бой за звание самых веселых и находчивых начали 16 команд В чем фишка вашей команды? Мы дерзкие Мы дерзкие как пулерезки Мы дерзкие и крутые У нас так-то номер есть? Показывайте Я Саша из команды Косяк О, Косяк, скажи Какие у вас были косяки выступления? Косяк выступления? У нас косячили миниатюры Они вообще не заходили в зал Лен, ты че такая грустная? Я карту ЕДК купила И что? Че и что? Я че знала, что на нее постоянно деньги класть надо? Мы, юные журналисты Чуваши, тоже решили пошутить Собрали команду «Куча мала» и уже добрались до полуфинала Я хочу разорвать весь зал в отчасти Разорвать значит насмешить Оказывается, в этой игре много особых слов Прямо как на телевидении Например, болт Так называют самую смешную шутку выступления А еще есть кода Финальная фраза – остроумная и цепкая Какого приза достойный победитель КВН? Мы уже знаем все о призе правильно Это поездка в Артек Мне кажется, это как приз сойдет Сойдет? А что прям вау прям? Ну, мне бы миллион Какую команду отправить в Артек, будет решать жюри Опытные КВНчики и интересные вопросы для разминки придумают И даже видеодневник игры снимут Ой, а давайте помурчимся, как котики весенние мартовские Нет, это уже храп А теперь поменяемся местами А какие шутки на сегодняшний момент очень популярны И которые хорошо заходят? Ну, как мне кажется, хорошо заходят шутки, которые Как сказать, обыденные, что ли Такие узнаваловки, какие-то подмечаловки Типа, ой, точно у меня так было Или, о, да-да-да, я так делаю Ну, наконец-то нашел для тебя подходящую команду Сейчас как раз командует Малой, ты что-то попутал Здесь мужики собрались А я кто? Я уже в пять лет как настоящий мужик Делаю, что захочу Захочу мамку послушаю Не захочу, ремня получу Пирожка голик, капитан Ольгешева и бабки-сплетницы Получили отличные баллы Команда Куча Мала в лидерах До встречи на финальной игре Лиза Храмова, Ваня Викторов, Андрей Шоклев, Акилбупсер Продолжаем выпуск Эй, брат, локоть подвинь Зачем? Затем, что ты залез на мою половину Ты тут еще линию нарисуй По-моему, ведущие, тем более ведущие и братья Должны сотрудничать, а не ругаться, как первоклассники Вот не зря нас учителя все время за разные парты сажали Да, учителя сразу видят, кого с кем лучше посадить Вот только как, непонятно Попробуем раскрыть эту тайну На, держи Спасибо, что б я делала без Жени Мой сосед по партии класс Я забыла дома ручку И меня Евгений спас Сосед по партии Кто он? Для кого-то лучший друг А для кого-то вредина Как бы там ни было, целых полдня Мы проводим вместе Когда-то все ученики класса сидели за общим столом На длинных скамейках Но потом скамьи разделили И учеников рассадили отдельно По-французски апарт Так и появились парты В некоторых странах школьники сидят за партами одни Вот ведь сквокотища Или я ошибаюсь? Ты бы хотел сидеть отдельно, один за партой? Нет, потому что сосед может помочь, подсказать задачу, как решить Федя, ты бы хотел сидеть отдельно, один за партой? Да, потому что больше места, удобнее Мне если нравится сидеть, она подсказывает А в каких случаях сосед может мешать? Если он занимает большую часть парты Разговаривает во время урока с кем-то Когда списывает ответы от задачи Старшеклассники могут сами выбирать себе соседа по парте Мы до такого счастья еще не доросли За нас решает учитель Посадить ребенка за парту с его соседом Это на самом деле непростая задача Потому что нужно знать особенности темперамента каждого ученика Неспокойные дети, они долго сидеть вместе не могут Здесь есть еще другая особенность Когда человек, ребенок, который хорошо учится Он может помочь отстающему ребенку Объяснить задачу, решить пример Есть у нас такой принцип, когда сажают девочку и мальчика Ребята должны понимать друг друга Бывают случаи, когда ребенок долго не может сидеть Есть у нас в классе случаи, когда один мальчик у нас меняет соседей Очень часто Наверное, уже соседей 80 сменил он за третий год обучения Сейчас он сидит один и очень доволен А вы помните своего любимого соседа по парте? Ну, конечно же, я сидела с красивым, очаровательным мальчиком Который был не по седа И мне приходилось ему давать и списывать И его успокаивать А также ему делать замечания, толкать локтем Когда он не слушал учителя В нашем классе есть парочка Которая сидит вместе уже третий год И пересаживаться ребята не собираются Настя, почему вас не рассаживают? Потому что за три года мы стали хорошими друзьями Друг другу помогаем, делимся предметами Мы ходим друг к другу на праздники Просим каждый год, чтобы нас не рассаживали Разумеется, с соседом по парте лучше дружить А для этого познакомьтесь уже наконец Можно поиграть в интервью? Андрей, каким ты хотел бы стать животным? Львом А почему? Потому что он царь зверей А ты? А я бы хотела стать собакой Потому что я о них очень хорошо знаю И у меня их целых четыре Ну и напоследок Когда станете соседом не разлей вода Всегда помните, что вы приходите в школу за знаниями А это значит, что отвлекать друга во время урока нельзя Для общения есть переменки Кира Смирнова от Нер Корсаков А Кюбупсер Отличная новость для всех зрителей национального телевидения Чуваши На нашем канале появилась новая детская программа Очень яркая и праздничная Дело в том, что наши друзья решили отмечать свои праздники Причем необычные День короля, день лень, день зеленки В честь одного из праздников и назвали передачу День пельмень Меня уже мазали с головы до ног зеленкой И я был как олень И у меня даже фото такое есть Смотрите, рассуждайте и веселитесь всей семьей День пельмень идет по будням Время эфира вы видите сейчас на экране А мы продолжим телевизионную тему и отправимся за Волгу Дело в том, что ученики поселка Состовка Решили стать журналистами и ведущими Давайте знакомиться Сосновый воздух вдохновляет на творчество Такой вывод я сделала, посетив Заволжскую школу И ее ученики разделились на команды И участвуют в самом журналистском конкурсе Вообще, я хочу стать милиционером Но я решила поучаствовать в конкурсе в эфире детства Мне кажется, что журналисты собирают информацию И все про всех знают И милиционеры тоже, когда опрашивают людей Тоже все знают Катя капитан команды нон-стоп Семиклассников действительно не остановить Ребята, у нас есть новое задание Надо сделать радиоэфир на тему «Дари добро» У кого какие идеи? Можно записать ролик И попросить людей, чтобы приносили книжки в детский садик Можно придумать что-то с защитой животных Охрана природы Можно собрать макулатуру и отдать им Ну, отдать деньги Мне понравилась идея Даши Будем дарить книги детскому саду Потому что я там была, а там вообще катастрофа с этим Через 10 минут появился сценарий Ведущий и диктофон Который всегда под рукой В рамках акции «Дари добро детям» Приносите книги в заводские сады И дари ему... Дальше заново Заново А это уже шестиклассники Готовятся к конкурсу фотографий Самодельные хлопушка и рупор Нужны, чтобы показать все медиапрофессии Для оператора я выбрала Максима Он более четко и может снимать Для журналистов я выбрала Аню и Леру Они более знают русский язык и могут разговаривать Олесю я выбрала как победительницу Потому что она реально победила в конкурсе чтецов Живая классика Аню я поставила, как бы она записывает в блокноте все вещи, которые говорит победительница Сашу я поставила в режиссеры Она следит за правилами, чтобы они не нарушали их и стояли так, как надо Еще одно испытание – конкурс капитанов Хочешь победить? Тогда возьми интересное интервью А еще попробуй озвучить мультфильм Ура, смотри, что-то летает, что-то летает, что-то летает О, поезд, здорово, здорово, ребята Как живете? О, точно Ладно, вы понимаете Да, мы видели поезд Ты видел поезд? Эээ, а ты что не видел, а что? Вы что, первый раз поезд видите, что? Надоели, блин О, привет, ты видел поезд? Видел? Один поезд, такой видел, такой Видел? Неее Ну ладно Побежали, побежали, побежали Так, рисуем Это ви, наверное, ви, ви, ви Реально Короче, видишь, за этим кругом На тебя никто не нападет Понимаешь? Все круто Ты должна быть понимать Сейчас участники выполняют самое сложное задание Снимают ролики на тему Круговорот добра Увидеть их легко на сайте информационно-культурного центра Поселка Сосновка Даша Шоклева, Борис Андреев, Акилбупсер А вот в Москве кипит работа над новыми сериями мультфильма Простоквашина Их будет 30 по 6,5 минут Мальчик-дядя Федор вырос, сменил прическу и стал гаджетоманом Любимые герои обсуждают компьютерные игры и придумывают бизнес-проекты В первой серии речь идет о рекламе Во второй о производстве мороженого и создании генератора электроэнергии в дачных условиях Все правильно Современная молодежь активно занимается бизнесом, благотворительностью Мы самостоятельны и четко знаем, чего хотим 2018 год в России, год волонтеров Эти люди делают добрые и полезные дела совершенно бесплатно Волонтеров много и они вокруг нас Прямо сейчас волонтеры-медики рассказывают ученикам 61-й школу Что такое инсульт и как спасти от него человека Я же решил помочь студентам, стать волонтером-журналистом и поделиться важной информацией И так инсульт, а по-другому острое нарушение мозгового кровообращения, очень опасен У врачей есть всего 4 часа, чтобы спасти жизнь Если вы заметили, что родные или просто прохожие странно двигаются, жалуются на головокружение Нужно попросить их улыбнуться, поднять руку и назвать имя Человек с инсультом сделать этого не сможет Нужно срочно вызвать скорую помощь Теперь вы готовы защитить своих родных Проект, который придумали будущие врачи Так и называется «Дети на защите взрослых» Участвовала в других мероприятиях, в школьных, в городских уже И потихоньку это вросло в такое слово – это волонтерство Наверное, как сказать, волонтерство не выбирают, оно само к тебе приходит Также студенты напомнили пятиклассникам о здоровом образе жизни Как делать зарядку, что есть, сколько спать Валерий Титарчук от Неркарсаков Акелбупсер Очень много полезной информации мы узнали из этого сюжета Теперь нет неведения, есть знания, нет хаоса, есть гармония Ты прям как дедай о звездных войн говоришь Держи для полноты образа Нет смерти, есть великая сила Защищайся, я уничтожу тебя лень Из-за тебя ученики получают двойки А потом ремня Из-за тебя люди совсем не стоят за диванов И не занимаются спортом Слушай, а это интересно Теперь моя очередь быть рыцарем Защищайся, фастфуд Это из-за тебя люди тратят много денег Из-за тебя у них болят животы Мы, повелители света А какое зло мешает жить тебе, о зритель Рыцари средневековья О них пишут романы и снимают фильмы Ведь они верно служили королю Защищали слабых И всю жизнь признавались в любви даме сердца Мы очень обрадовались, когда узнали про выставку эпоха рыцарства Добро пожаловать в прошлое Чтобы стать рыцарем, мальчик сначала должен был пройти ряд ступенек возрастных Сначала, конечно же, он отдавался в услужение какому-то известному состоявшемуся рыцарю Он становился пажом Это был такой мальчик, который выполнял всякие поручения Бегал, куда его отправят Ну, это такую вот мелкую работу выполнял Потом, конечно же, он все время занимался физическими упражнениями Учился обращаться с копьем, мечом Вообще с любым видом оружия Стрелять из лука, ездить на коне, танцевать обязательно Его могли взять уже в оруженосцы Оруженосец всегда следовал за своим господином, за сеньором, за рыцарем Помогал ему вооружиться, одеть доспехи Всегда следил за состоянием оружия И только потом уже, когда молодой человек достигал определенного возраста Достигал определенных знаний и умений Он уже становился рыцарем Существовал особый ритуал Посвящение в рыцаре И проходил он примерно так Я посвящаю тебя в рыцаре Это единственный удар, на который ты не можешь ответить Ну вот, теперь можно и в боях участвовать К сожалению, вся наша история связана с битвами Люди всегда воевали и продолжают воевать За богатство, землю, власть Бой – дело непростое Мои друзья быстро выдохлись Ведь доспехи рыцаря могли весить до 50 килограммов Такой вид доспеха, который называется бригантина Казалось бы, это обычный такой суконный камзол Но на самом деле это только кажущаяся вещь Потому что изнутри он укреплен Огромное количество металлических пластин Которые снаружи проклепывали специальными клепками И видите, как он Довольно прочно была защита А чтобы этот доспех не натирал тело Его, конечно же, на голое тело рыцаря не надевали Одевалась специальная такая стеганая куртка На голове, конечно же, был шлем Но мы уже видим, что шлем довольно-таки Новой формы такой, необычной В переводе он означает собачья морда Потому что похож, да, как бы Обязательно забрала И вот мы с вами можем заглянуть, да, допустим, в лицо рыцаря Если вы думаете, что рыцари постоянно ходили в доспехах И даже спали с мечами Вы глубоко ошибаетесь Вот их повседневная одежда Вот такие вот чулки Шоссы, которые подвязывались на поясе Кстати, этот элемент одежды сохранился и до наших дней В качестве и женских чулков А мальчики носят укороченный вариант Который называется носки Обязательный кафтан На поясе обязательно такой вот кошелек мог быть Ну, а на ногах носили такие вот кожаные башмаки Жизнь средних веков была сплошным испытанием на выносливость Пережить военный поход и вдохновительное творчество Рыцарям помогали мечты о даме сердца Прекрасная дама для рыцаря была недостигаемой Рыцарь складывал для нее поэмы Сражался в боях Но почти никогда не становился ее мужем Другие секреты рыцарей вы можете узнать в Новочебоксарском музейном комплексе Выставка пробудет в городе до 31 марта Для того, чтобы стать рыцарем, не обязательно носить тяжелые доспехи В современном мире рыцарями называют вежливых и воспитанных мальчиков 21 марта в мире отмечают День солнечных людей Так называют детей и взрослых с синдромом Дауна Особенные мальчики и девочки с одной личной хромосомой учатся в специальных школах А потом становятся спортсменами, актерами, музыкантами В 15-й сибоксарской школе работает танцевальная студия «Солнышко» О особых артистах все чаще и чаще можно увидеть на городских концертах и праздниках Ребята, так держать! Это все, о чем мы успели вам рассказать Не забывайте звонить нам и предлагать свои новости Мы с удовольствием приедем к вам в школу и снимем интересный сюжет о вашем празднике Любой выпуск Акилбупсера вы можете посмотреть в интернете, в нашей группе ВКонтакте или на сайте ntrk21.ru Весеннего всем настроения! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова